Захват самолета компании Райанэ ради ареста позиционного журналиста не просто резко выделяется на фоне даже того террора, который Лукашенко с лета прошлого года развернул в своей стране. А это, признаем честно, не так-то просто. Операция под кодовым названием «Хамас» стала событием номер один для всего мира, до сих пор не сходят с первых полос мировых газет, окончательно превратила Лукашенковскую Беларусь в черное пятно на карте Европы, а самого Лукашенко переместила из диктаторов в международные террористы. Раньше он был сам по себе и в тени Путина, а теперь в тени Путина, и в одном ряду с Каддафи, сбившим пассажирский самолет на шотландском Локербе в 88-м году, и, например, с президентом Уганды Идиамином, который в 76-м году присоединился к террористам, захватившим рейс Тель-Авив в Париж компанией Air France и посадил его в своем аэропорту, после чего израильский Цахал провел там одну из самых успешных и самых известных контртеррористических операций в истории – операцию «Энтебе». Посадка в Минске, рейсы Райан-Эр, под предлогом заложенной в него бомбы – это прецедент, который ведет к серьезнейшим последствиям и меняет не только положение Лукашенко и его режима, но и положение его единственного союзника, покровителя Владимира Путина. Не случайно этот скандал уже сравнивают с выстрелом в Сараево в 1914 году, в 1914 году, но обо всем по порядку. Рейс Афины-Вильнюс белорусские спецслужбы сажали с помощью истребителя. Лукашенко сослался на угрозы со стороны Хамаса, мол, те взорвут самолет, если Израиль не прекратит огонь по сектору газа. Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Это вранье было стремительно опровергнуто и Вильнюсом, и Афинами. Само письмо с угрозами уже опубликовал Центр досье, и оно не имеет смысла хотя бы, потому что между Израилем и Хамасом уже было объявлено перемирие. Хамас от письма открестился тоже, а провайдер Протон, с чьей почты ушло письмо, уже подтвердил, что угроза была отправлена через 24 минуты после того, как белорусские власти развернули самолет. Уже в пятницу стало известно о письме директора Райнер Майкла О'Лири в адрес белорусского минтранца, в котором он обвиняет белорусскую власть во лжи. Во-первых, пишет он, диспетчеры не дали пилоту связаться с авиакомпанией после того, как сообщили ему про бомбу. А во-вторых, вот. У главного пилота не было иного выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе Минска, сообщив о том, что есть угроза нахождения взрывного устройства на борту. При этом диспетчерская служба Минского аэропорта отказалась связаться с Райнэйр, соврав, что сотрудники Райнэйр не отвечали на звонки. Весь этот фейк, весь этот обман ради того, чтобы схватить и бросить за стенки 26-летнего бывшего главного редактора нехта Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапегу. О чем думал Лукашенко? Неужели не понимал последствий? Эти вопросы, с одной стороны, конечно, закономерны, а с другой стороны, они не имеют смысла. О чем думал диктатор Чадохи Сенхабре, когда сам пытал и насиловал арестованных им сограждан? О чем думал все тот же Идиамин, когда за ним прижилось прозвище «Угандийский мясник»? Почему Бакаса заслужил славу каннибала, а дювалье в Гаите верил, что души его врагов переселяются в собак? Уверяю вас, это вопросы того же порядка. Просто нас вводят в заблуждение декорации. Люди в пиджаках. Говорят по-русски. Вокруг Европа. Минск. Международный авиахаб. Политолог Артем Шрайман дает несколько иной ответ на тот же вопрос. Неужели арест Протасевича был так важен? Скорее всего, Минск и правда не предвидел таких масштабных последствий. Но он и не смотрел в эту сторону. Режим выживания обострил туннельное зрение белорусской власти. Вся энергия направляется в одну точку на нейтрализацию врагов. Побочные эффекты вроде проблем с репутацией выпадают из процесса принятия решений. Чтобы не попасть под раздачу, никто в системе не возразит инициаторам очередного акта возмездия или наказания оппонентов. Механизмы отбраковки опасных и опрометчивых шагов просто перестали работать. Замените в этом тексте Минск на Москву, Беларусь на Россию и все сойдется. Но все-таки трудно представить себе Владимира Путина, который с помощью истребителей захватывает пассажирский самолет со своим врагом на борту. Навального пытались отравить, это правда. Теперь он сидит в тюрьме. Но Путин это очевидно. Предпочел бы, чтобы он остался в Берлине, а не вернулся в январе в Москву. Лукашенко слишком мстителен. Ну, примерно как Каддафи или Дювалье. И потому поступает ровно наоборот. Прямых аналогов захвату рейса РАНР в истории терроризма нет вообще. Ближе всего по смыслу арест и убийство журналиста и активиста Рухолы Зама в Иране. Зам делал то же, что Протасевич. Через свой телеграм-канал помогал координировать мощную волну протестов в Иране в 2017-2018 годах. Иранские спецслужбы, стражи революции, схватили его тоже в результате спецоперации. Это было в октябре 2019 года. По одним данным его заманили в Иран, по другим поймали где-то в Ираке, схватив, приговорили к смерти и повесили в декабре прошлого года. В Беларуси не вешивают, а расстреливают. Существенная для Европы разница, впрочем, заключается в том, что для того, чтобы взять Протасевича, Лукашенко атаковал самолет, на котором европейцы летели из одной европейской страны в другу. Без всяких оснований был поднят военный самолет. Аэронавигация была использована, чтобы помочь властям взять под свой контроль судно Евросоюза. Беларусь использовала свое воздушное пространство, чтобы совершить угон самолета силами государства. Российская пропаганда уже дежурно обвиняет Европу в двойных стандартах. Почему в 2013 году самолет президента Боливии Моралеса под давлением американцев посадили в Вене, чтобы найти в нем Сноудена, и все молчали, а теперь орут благим матом? Разумеется, про Моралеса вспомнил и Путин. Самолет президента Боливии все время посадили, президента вывели из самолета, и ничего, тишина. Во-первых, не тишина. Южная Америка кипела от возмущения. Во-вторых, никто тогда не врал про бомбу и не посылал на перехват истребители. Просто европейские страны закрыли воздушное пространство своих стран, и борт был вынужден сесть. Логика действий Евросоюза, если лицемерно, то в том, что там не обращали достаточного внимания на террор, который Лукашенко развернул внутри своей страны. Чемпионат мира по хоккею был перенесен в Ригу в последний момент, в январе, под огромным давлением правозащитников и активистов. Чемпионат Европы привела треку в Минске, отменен только что, уже после истории с самолетом. Это при том, что только за последний месяц Лукашенко разгромил редакцию Тутбай. Политически заключенных заставили носить желтые бирки. Все-таки трогательно, что именно желтые, а не красные, согласитесь. Сидевший в Шковской колонии под Могилевым, активист Витольд Ашура, который рассказал об этом, умер несколько дней назад. Бежавшую из Беларуси журналистку Арину Малиновскую заставляют вернуться, захватив ее родственников. Мне позвонил муж моей сестры и сказал, так и так, меня задержали и говорят, что пока ты не приедешь, я буду здесь сидеть. Также они направляются за бабушкой и дедушкой. Это следователь уже взял трубку и сказал, рассказала Малиновская. Она добавила, что по словам следователя, ее родственники будут находиться в изоляторе на Окрестино в Минске до тех пор, пока она не приедет. И это не все. Лукашенко подписал законы, которые разрешают ему в любой момент выключить во всей стране интернет, радио, телевидение. Запрещают в прямом эфире показывать митинги, запрещают собирать пожертвования на штрафы, разрешают использовать для подавления протестов тяжелую боевую технику и так далее. Большой привет, в общем, Владимиру Путину и его дружным ребятам-депутатам. Опять Лукашенко на полкорпуса впереди. Но вернемся к европейцам, которые всего этого не заметили, потому что не для них это законы, а мимо захвата самолета пройти не смогли. Буквально в день захвата были приняты первые экстренные меры. Авиакомпания «Белавиа» теряет европейский рынок, а европейские компании «Белорусский» — это авиаблокада. Лукашенко теперь повторяет известный сюжет. Живой я как поганка, а мне летать охота. Из-за одного журналиста закрыли небо над Белоруссией для всех гражданских самолетов Евросоюза. Сразу после ареста экс-главреда «Нехта» Романа Протасевича авиакомпании одна за другой стали отказываться от полетов над республикой. Первым под удар попал лоукостер «Райнэйр». Именно на его борту Протасевич летел из Афин в Вильнюс. Уже на следующий день после инцидента глава перевозчика Майкла О'Лири назвал произошедшее «угоном самолета» и «государственным пиратством». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Минск нарушил демократические права. Первый отказалась от использования воздушного пространства в Белоруссии латвийская компания AirBaltic. Вслед за ней над страной перестали появляться флагманы европейской авиации — Люфтганза, British Airlines, KLM, Air France и другие. С субботы вступят в силу запрет на полеты в Беларусь и в Украине. Воздушную блокаду не сможет прорвать и национальный перевозчик «Белавиа». Евросовет рекомендовал запретить полеты над своей территорией для всех белорусских авиакомпаний. Закрытие воздушных границ поставило «Белавиа» на грань банкротства. В компании уже начались массовые увольнения, а пассажиры выстраиваются в очереди, чтобы вернуть деньги за билеты. Теперь воздушное пространство Беларуси используют в основном китайские, иранские и ближневосточные компании, а также бизнес-авиация. А вот российские перевозчики, конечно, не отказываются от полетов. В Росавиации сообщили, что только за четверг над Беларусью было 134 российских самолета. Впрочем, белорусское небо может вскоре закрыться и для российских судов. Международная организация гражданской авиации объявила о проведении полномасштабного расследования ситуации с вынужденной посадкой самолета. Неофициальный логотип «Белавиа» теперь такой. Это маршрут рейса, который не пустили в Барселону, и он сбрасывает топливо. В народе называется «Ауди плюс». Лукашенко достанет вас даже в небе. Воплощение безупречности. Официальный символ «Белавиа» теперь – грустный самолетик, который очень хочет летать, но самолетами, конечно, дело не ограничится. Поэтому вопрос на засыпку. Как выглядит грустный калий? Может быть так? Европа обсуждает направление главного удара – секторальных санкций против Минска. И одно только ожидание этих санкций уже обвалило котировки белорусских государственных бумаг. Главная мишень уже очевидна – это «Беларусь калий». «Беларусь калий» – это главная статья белорусского экспорта, почти пятая часть мирового рынка калийных удобрений, 25% европейского рынка и, как говорят, серьезный удар лично по Лукашенко. То есть довольно много. Агентство «Рейтер» пересказывает разговоры европейских министров иностранных дел в Лиссабоне. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Астельборн заявил. Думаю, ключ ко всему – калий. Мы знаем, что в Беларуси его производят очень много. Эта страна – один из крупнейших мировых поставщиков. Я считаю, что если мы разработаем что-то в этом направлении, это очень сильно ударит по Лукашенко. «Подумаешь, мы пойдем в Азию», – уже говорит Лукашенко, но на самом деле здесь могут быть большие проблемы. Поставки в ту же Индию, с которой Беларусь-Калий только что заключил большой контракт, идут через литовскую Клайпиду. И запрет транзита фактически остановит компанию «Беларусь-Калий», а это 2 миллиарда долларов в год и тысячи сотрудников, которые останутся без работы. Проблема в том, что без заработка тогда останется и порт в Клайпиде. Затем нефтепродукты, вместе с Калием это уже около 2,5 миллиардов долларов в год, и российский газ. «Мы также полагаем, что газ, который поступает в Европу через Белоруссию, все равно идет в Европу, но по другому газопроводу. Что немаловажно, Белоруссия потеряет право транзита», добавил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «И правда, северного потока и трубопровода через Украину пока хватает, а тем же немцам, да и Москве, остановка газового транзита через Беларусь может быть даже выгодно. Дополнительно снимет напряжение вокруг трубопровода «Северный поток-2». Вместе с ограничениями для белорусских банков все эти меры будут означать окончательную смерть белорусской экономики, которая и так не может существовать без дотации из Москвы. Ставки растут и цена растет. Раньше Лукашенко стоил Путину миллиард долларов в квартал. Теперь он может стоить примерно три. Видимо, за этими деньгами Лукашенко и прилетел в Сочи. Без российской поддержки Лукашенко конец. Если бы не Путин, в Минске уже была бы другая власть. Это значит, что Путин прямой фигурант скандала вокруг захвата самолета. Он стал фронтменом международного терроризма, если не непосредственным участником операции. Помогал Кремль схватить Протасевича или нет? Что за российские граждане сели на самолет в Афинах и сошли в Минске? Эти вопросы интересуют Ангелу Меркель. И она говорит, что пока ответа на них нет. Но в любом случае, контрагент для Европы не Лукашенко, а Путин. Евросоюзу нужно ввести диалог с Россией по поводу ситуации с Беларусью, заявил в четверг министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Также было бы важно говорить и с Россией на эту тему, поскольку все знают, без России и без российской поддержки у белорусского президента Александра Лукашенко будущего в Беларуси нет, сказал он журналистам перед началом неформального саммита глав МИД стран ЕС в Лиссабоне. Лукашенко продает Путину свои собственные убытки. Чем тяжелее его положение, тем очевиднее, что кроме него у Путина в его собственной борьбе с Западом на Белорусском фронте никого нет. Не будет Лукашенко, на следующий день НАТО возьмет Смоленск. На чьей стороне Кремль в вопросах воздушного пиратства стало понятно, когда в Москву не пустили в обход Беларуси сначала рейс Air France из Парижа, а потом австрийские авиалинии из Вены с российскими же в основном пассажирами на борту. Ну, так же, как европейские страны в 13-м году закрыли пролет для Моралеса вместе с предполагаемым Сноуденом. Формально этот запрет уже объяснили техническими причинами. Эпидемия, рейс нерегулярный, согласование по этому особым порядкам, источники уже говорят, что сейчас все уладится, но жест получился предельно ясный. Например, Лукашенко все понял, не дал обвести себя вокруг пальца российской власти. Белария, при чем? Замочили на всю катушку. И если бы не вы, вот в этот период, я смотрю, москвичи просто... Москва отказывает. Летите вокруг Беларуси, они принимают самолеты в Москве. Сразу почувствовали. Я понимаю, что в прекрасной России будущего поставят большой памятник Воронежу. Это будет масштабная скульптурная группа размером с город. Но все-таки, как же так получается, что всегда, абсолютно всегда, когда Кремль хочет насолить Западу, лоб себе разбивают исключительно российские граждане. Это они садятся в тюрьму, становятся иноагентами и просто не могут добраться из Парижа домой. В общем, Москва еще накануне встреча Лукашенко с Путиным выступила против политизации захвата самолета и потребовала честного расследования. Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске и поддерживаем позицию белорусских партнеров о необходимости и, конечно, готовности провести транспарентное международное расследование по линии авиационных властей. О, и Лукашенко, и Мишустин знают, прекрасно знают, что такое транспарентное расследование. Сначала надо украсть у Навального одежду, а потом не забыть сказать, что нашим представителям так и не выдали требуемые документы. Расследование уже ведет ИКО, Международная организация гражданской авиации. Результаты будут через месяц. Но при чем тут Россия? Зачем делить с Лукашенко лавры воздушного пирата? Знакомая постановка вопроса. Для Путина привычное дело. Ему часто приходится покрывать, отвечать за любые безумные выходки своих вассалов. Более того, белорусское КГБ, когда белорусское КГБ выкрало в Москве Александра Федута и Юрия Зинковича, стало ясно, что в выходках Лукашенко Путин участвует как минимум на правах второго режиссера. Кстати, Федута тоже уже признался. Точно так же, как Протасевич, что да, он участвовал в заговоре. Как подростки извиняются перед Кадыровым в инстаграме, так и диссиденты, попав в лукашенковские застенки, признаются абсолютно во всем. В другом письме родным Федута написал, что он понял, как он угодил в поставленную для него ловушку. Но без подробностей. Так или иначе. Красная линия, про которую Путин говорил в послании Федеральному собранию, теперь проходит через Минск. Потому что Лукашенко лежит на бруствере, а Путин отдает командой ставки. Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждают? Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы. Хорошо. Воздушное пиратство Лукашенко усугубляет и без того крайне тяжелые отношения между Путиным и Западом. Лукашенко превращается в международную проблему. В казус белле. В прессе уже появились утечки о том, что член НАТО Турция заблокировала резкий вариант резолюции альянса в отношении Лукашенко, чтобы не испортить отношения с Россией. Лукашенко теперь не просто тиран, убийца, террорист, воздушный пират и продолжатель дела Каддафи. История с захватом самолета и новая уже прочная изоляция на Западе окончательно замыкают его на Путина. Уже понятно, не менять Лукашенко, не присоединять Беларусь Кремль не будет. Эти попытки в прошлом. Повисший на дотациях из Москвы, Лукашенко все-таки превратился в путинского вассала. И уже вошедший в обиход термин «чеченизация Беларуси» вполне точный. Лукашенко это такой Кадыров плюс. А его режим теперь это контролируемый из Москвы террористический анклав. И еще одна замороженная болевая точка на европейской карте. Любая попытка ее разморозить снаружи или изнутри будет вести к крови, террору и новой волне репрессий.